всем привет сегодняшнее видео будет посвящено канарейкам такому избитому и много задающему вопросу от подписчиков как а когда канарейка пойдет на вторую кладку а когда канарейка начнет нести вторые яйца или допустим у нас канарейка снеслась кормушку мы яйца выкинули что нам теперь делать когда снова занесется канарейка вот такая тема будет когда канарейка может нестись второй раз ну и немножко поговорим когда первый раз будет нестись когда третий раз будет нестись так что друзья отправляемся к канарейкам мы с вами находимся в гостях у канарей и разберем тему когда самка может нести вторую кладку через сколько самка будет нести вторую кладку видео посвящено как бы по просьбам подписчиков зрителей пишут много часто но я вот решил вам снять видео и показать рассказать наглядно значит вообще сезон размножения канарейк это у нас будет весна давайте этого будем и отталкиваться но если кто-то нарушает правила содержания канарейк и канарейки не не досидят до весны в спокойном состоянии они начнут нести яйца уже вот в конце зимы то есть феврале ну может у кого-то уже и в январе неслись а правила содержания канарейк зим зимние правила содержания об этом у меня есть отдельная тема если вам интересно можете ознакомиться я думаю вам это не помешает а будет только на пользу пойдет и так вот у меня несколько самок которые этот самец если вы заметили каждое видео меня перебивает но я сегодня не буду ждать когда он пропоет буду рассказывать а он пускай подпевает если считает нужным значит вот у меня самки которые не досидели до весны потому что я приобрел их достаточно поздно у меня не было времени правильно их подготовить ну и у меня сейчас условия здесь содержание в идеале было бы если бы канарейки жили поддельно я бы контролировал бы им свет из-за света они были бы поспокойнее и не стали бы нестись так рано как они стали нестись а у меня здесь висит общий свет попугаем светит тут ну как бы свои движения происходят параллельно содержанию канарейк ну и вот канарейки вынуждены были пойти на кладку я поставил гнезда гнезда самодельные решил поставить так значит вовремя я дал самцов канарейки все пошли в первый раз это молодые все самочки пошли в первый раз и у каждого как бы свои тут нюансики есть вот у этой верхней канарейки было три было четыре яйца вылупилась два птенца в период насиживания она повредила два яичка проколола их там были маленькие такие проколы как вот кончик если кончиком иголочки ткнуть в яичко там вот я когда просвечивал сроки вышли я просветил то обнаружил там такие дырочки вот у нее получается два и два яйца она повредила сама но оплод был во всех яйцах то есть тут у меня по поводу оплода все получилось очень отлично затем у нее вылупился один птенец буквально на второй день она его каким-то образом она его не покормила и он быстренько замерз и умер я думал все канарейка будет плохая потом у него второй птенец вылупился и вот сейчас у них все хорошо она его кормит шикарно я его даже не подкармливал вот вам сейчас там видно наверное да вот там маленький птенчик есть вот у нее один птенчик то есть она теперь будет сидеть пока его не выкормит а когда она его выкормит она соберется на вторую кладку дело в том что здесь тоже самка пошла первый раз в первый класс и она снесла 4 яйца тоже 4 яйца значит одно яйцо у нее тоже было проколано второе яйцо просто остановился эмбриончик она высохла и два птенчика у нее вылупилась у этой самочки вылупилась два птенчика первые несколько дней ну примерно может три дня или четыре дня вот эта самка не кормила своих птенцов я начал подкармливать по этому поводу у меня есть видео в помощь начинающим проблемы над проблемы начинающих канароводов я там показываю рассказываю как я подкармливал чем подкармливал и буквально четвертый пятый день самка сообразила быстренько что нужно делать и стала кормить птенцов потом подключился самец к этим процессом и вместе дружно сейчас они кормят птенцов я сейчас их продемонстрирую если хотите вот она покинула вон видите выглядывают они уже тут тоже довольно быстро растут в плане роста все идет шикарно обходимся без всяких разных каш идем чисто по природе вон эти зобики накормлены под шейкой питание по природе каши в природе не не бывает каш по природе я тоже считаю что канарейкам каши в принципе можно не кормить давайте вот в разведении будем брать я вам предлагаю вам как бы не то что давайте а я вам предлагаю или рекомендую в разведении птиц канареек попугаев тоже брать пример с природы почему потому что в природе все идеально все гармонично к примеру возьмите веточку дерева отломите веточку дерева и на этом месте вырастет две веточки и там же будет не одно яблоко два яблока понимаете как в природе сделано а вы каши наварить я никогда не кашу будут есть расти будут но тут много будет нюансов потом будете писать мне в комментариях а я то не сталкивался с такими ситуациями каши малаши поэтому я рекомендую вот придерживаться по природе но по природе это как ну надо конечно признать что яйцо даю я вареное потому что хоть по природе то ну вот яйцо вареное даю да а потом морковка и тысячи были пророщенные семечки пшеничка они их уже быстренько съели морковку это пара не очень любит вот таким образом самка пошла на первый раз на второй раз она пойдет когда надо кормит этих птенцов и птенцы покинут гнездо много литературы пишет что самка там выкармливает 30 дней птенцы в 30 дней можно отсаживать там они покидают гнездо но вот у меня сегодня тут такой вопрос возникает то есть можно этого птенчика подсадить сюда чтобы эта самочка кормила троих птенцов а эти потанцуют побегают попрыгают и сядут сядут на вторую кладку то есть я искусственным образом призову их ко второй кладке понимаете через какое-то определенное время может быть там если я сейчас птенца уберу смотрите самочка села греть умничка если я сейчас птенца уберу может быть через неделю она сядет может быть через две недели она сядет это ее индивидуальные особенности организма другими словами физиология они же все разные вот такие вот дела то есть вот этот вопрос остается открытый то ли совместить птенцов и пусть самка на второй раз идет то ли этих пустить туда но тут желтые лимончики мне нравится я думаю пущу их на второй раз а на второй раз может быть опытней не попортить яички и все будет хорошо так вот эти самки на второй раз смотрите это на второй раз пойдет как получится то есть если я птенца уберу через неделю через две это такого конкретно конкретного нет ответа то что там самка идет послезавтра на вторую кладку нет такого ответа нет по этому вопросу как бы понятно вот у меня есть пример особенный это пример такой вот они красавцы умнички молодцы значит смотрите сегодня у нас 14 число настоящего месяца а 25 числа предыдущего месяца вылупились вот эти два чудесных птенца вон он в гнезде сидит видите а второй вон он сидит ножки потягивает потягушки у него такие детские вчера было 13 число 12 13 эти птенцы покинули гнездо и бегали здесь по полу бегали по полу кушать еще сами не умеют они сейчас птенчик сообразил залез обратно видимо там ему комфортно так вот возьмем и посчитаем 25 число того месяца и 14 число этого месяца это получается у нас 19 примерно 20 дней до там там 5 дней здесь 4 то есть 14 здесь и 5 там ну получается 19 ну будем грубо считать это 19-20 птенцы покинули гнездо представьте себе обычно у меня птенцы покидали гнезда на 25 на 27 день он поет сказать ничего не дает так вот в этом гнезде птенцы покинули гнездо на 20 день это значит значит так еще раз сегодня у нас 14 а птенцы вылетели 13 а потом я пар проверил гнездо это сегодня утром по моему вчера ведь нет вчера вечером я проверил гнездо и там обратите внимание появилось яйцо вон яйцо то есть самка уже пошла на вторую кладку видно яичко да вот он его а теперь как раз эти маленькие птенчики они еще немножко будут прыгать туда-сюда и будут как раз немножко подогревать яйца то есть здесь такая ситуация обратите внимание что птенцы уже крепко держится за палочку хотя хвостик еще не вырос вот вот этот на один день старше а тот на один день младше значит этому будет 20 а тому будет 19 или этому 21 а тому 20 вот он покинул гнездо и тут хорошо видно видите самка немножко устилает морковочкой пол но это она использует как стройматериал семечки шелуху вот видно хорошо гнездо я заменил накануне и они снова умеете на бортик немножко напачкали ну особо это не страшно в общем можно сказать следующее что определенных каких-то дней там сроков нету вот птенцам 20 день они покидают гнездо и самочка уже снесла яичко что какие можно от отсюда подчеркнуть плюсы плюс 1 то что когда вместе самец и самка выкармливают своих птенцов то мы здесь можем не переживать то что там вторая кладка будет допустим первое яйцо пустое или второе там самец не не успеет оплодотворить он всегда находится рядом с самкой и в любой момент он оплодотворит яйца и будет все у них в этом плане хорошо смотрите какой чуп у него шикарный стал прям здесь прямо аж накрывает глаз и немножко кудри такие вверх идут но все-то мне самец больше всех нравится посмотрим как у него будет складываться судьба а птенец вылитый похож на самца такой же чуп у него так вот первый плюс то что наличие самца он всегда рядом оплод будет потом второй плюс по питанию если бы вы кормили кашами то возможно не точно сто процентов а возможно бы на момент вот вот этого второго оплодотворения они были бы поджиревшие немножко и могло бы быть пустые яйца я кормлю яйцо каждый день даю вот уже съели они с утра видите морковка здесь была и пророщенные семечки пшеница они тоже уже с утра все съели сейчас у нас обед я покормил их первый раз где-то примерно в 6 или в 7 утра а сейчас у нас три дня три часа дня то есть вот за это время они уже съели сразу пророщенку потом морковку потом яйцо такой корм я даю этим птенцам с первых дней как они вылупились их не родители кушали пророщенную пшеницу пророщенные семечки морковку яйцо ну и раз в неделю им повезло я давал им лист салата зеленый лист салата птенцы смотрите тут по моему зачетные только вот хвосты еще у них вырастут но думаю если им сегодня 20 21 день то где-то 25 26 на 25 и 26 день у них хвосты уже вырастут то есть растут буквально быстро все происходит сегодня посмотрел такой завтра приходишь он уже такой они вчера когда вчера когда эти птенцы спрыгнули с гнезда они они толком не могли держаться на палочке ходить по полу я переживал думаю вдруг у него лапки кривые но он так сжал как в гнезде сидел а оказывается у него вполне классные лапы вот день прошел держится он довольно таки красиво все у него работает как положено вот значит такие два плюса можно взять с кормления содержание и вы видите что самочка пошла на вторую кладку на 20 день ее птенцам то есть она снесла первую кладку отсидела 13 15 дней вылупились птенцы она их прокормила еще 20 дней и пошла на вторую кладку были случаи что не на 20 день а на 30 день на 35 день такие тоже были случаи то есть можно с уверенностью сказать что конкретных стандартов нет надо все это дело пробовать экспериментировать анализировать обмениваться опытом общаться с знакомыми канароводами стараться как бы все по-честному не дурить не обманывать в этом деле нельзя если будете дурить друг друга обманывать то можете даже не начинать разводить канареек потому что ничего вы хорошего не получите если будете друг друга обманывать и дурить в плане канареек надо как бы все самое лучшее друг другу советовать тогда она будет возвращаться также самым лучшим и будут у вас самые лучшие канарейки вот так что друзья рекомендуйте своим друзьям заниматься канарейками можете даже начинающим канарейкам подарить подарить одну самочку или продать пол цены одного самца чтобы человек занялся канарейками затем он будет набираться опыта от вас затем он будет делиться своим опытом с вами соседом с братом сватом и таким образом будет развиваться движение канароводства и у нас через некоторое время допустим через год там через пять лет будет развито канароводство и у нас будут хорошие канарейки красивые канарейки и мы будем опять таки обмениваться уже большим опытом сейчас допустим у кого сказать у кого спросить кто-то держит а опытом особо не делится все засекречено так что давайте потихонечку будем рассекречивать и будет у нас все классно и канарейки будут на самые красивые так что такие вот дела значит по питанию понятно хотите кормить и кашей без проблем но только когда у вас потом будет подходить время к оплоду вторых второй кладки вы это дело кашу немножко убирайте что птица не зажирела даже если вы будете давать мало каши дело она может быть и не зажиреет но у нее будет семя слабое понимаете будет слабое семя и потомство будет тоже слабое так что чтобы было сильное потомство нужно давать витаминизированные корма это пророщенная пшеница пророщенные семечки морковка кто-то дает свеклы немножко тоже можно у кого-то есть кабачок ну кабачок он особо витамина не имеет там в основном клетчатка тыквач кстати тоже неплохая вещь но канарейки почему-то его не очень любят перец болгарский у кого-то есть запасы пожалуйста тоже рекомендую перец хорошая вещь у кого-то есть капуста брокколи тоже хорошая кстати вот за капусту хотел бы еще сказать канарейка можно давать ну примерно раз в неделю маленький кусочек как спичный коробок как коробочек спод спичек такой вот небольшой кусочек капусты вешать просто вот сюда прищепочкой но не то что но имейте ввиду когда вы даете какие-то овощи чтобы вас было еще чем закусить они так что наелся птичка наелась одной капусты у нее стул расслабился разжижился вернее у нее стул и она начала везде ходить жидким стулом так тоже нельзя все надо делать с умом с пониманием того что вы делаете допустим если вы что-то даете вы должны понимать и сами себе объяснить зачем для чего я это даю вот и все все просто в принципе в разводе в разведении канареек все просто и не забывайте ставить купалки если у вас малыши то купалочку примерно можно ставить где-то со второй с третьей недели вот малыши выросли им же там две-три недели началось уже можно купалку ставить а когда у вас самка сидит на яйцах то купалку убирают примерно на 10 день то есть вот 10 дней самка на яйцах сидит еще купалки можно ставить а потом купалки лучше убирать ну вот такая вот история на сегодняшний день в принципе все хорошо тут еще есть небольшая новость думаю сейчас поделюсь заинтригую вас на будущее у меня есть репел реполов птица такая хочу ее гибрид сделать с канарейками посмотрите видео у меня есть я снимал немножко раньше там я купил репела потом он у меня дома пел он адаптировался и вот уже на днях репел переехал сюда к канарейкам сейчас он находится вот там самом конце в крайней клеточке он знакомится с самочками там вот рядышком самочки сидят так что скоро на днях буквально выходит новое видео как репел познакомился с канарейками о чем они беседовали как они друг друга встретили все это я вам покажу в красках расскажу так что друзья до скорой встречи всем пока удачи хорошего настроения здоровья ну и чтоб все у вас было изобилия чтобы у вас было полное везде всегда все всего доброго